Ромашка олицетворяет чистоту, а также это символ праздника, день любви, семьи и верности. Его отмечают 8 июля. В этот день православная церковь чтит память святых Петра и Февронии. Их считают образцом супружеской любви. А что сделало их таковыми, расскажем в нашем сюжете. Святые Петр и Феврония жили в Муроме в конце 12-го, начале 13-го веков. Князь Петр заболел проказой, которую никто не мог исцелить. Во сне ему было открыто, что помочь ему может дочь пчеловода, благочестивая дева Феврония, которая живет в селе под Рязанью. Ее разыскали, и юная девушка действительно смогла исцелить князя, а он впоследствии взял ее замуж. Жизнеописание святых доносит до нас удивительные факты. Прежде всего то, что князь Петр, после того, как бояре возмутились, что взял он в жены себе девушку из низшего сословия, пожелали, чтобы он либо отверг ее, либо сам лишился княжения в Муроме. Он же выбрал второе. Церковь учит, что в основе истины любви всегда лежит самопожертвование. И поступок князя Петра тому подтверждение в том, что искоренение эгоизма является основой крепких отношений, согласны жители Реутова. Чтобы не допустить эгоизм, нужно просто слушать друг друга. Надо всегда искать компромисс и слушать две стороны, чтобы понимать, к чему это приведет в будущем. Ну, нужно как-то друг друга понимать, я думаю, уступать в отношениях. Тогда будет все нормально. Вообще, согласно христианской традиции, одна из главных задач людей – это научиться любить и прощать. И самым высоким примером этого является любовь Божия. Наивысшей любовью считается любовь Божия. Именно эта причина является причиной творения мира, творения человека. И всякая земная любовь – это есть подобие любви божественной. Касательно любви между мужчиной и женщиной. К сожалению, многим кажется, что то, что они чувствуют, всегда является любовью. Как отличить настоящую любовь от ложной? Любовь похожа на огонь в печи, в который постоянно нужно подкладывать дрова, иначе он угаснет. Но, с другой стороны, истинная любовь не бывает такой, что в 12 часов она есть, а в час ее нет. Именно в этом заключается задача человека – самого себя постоянно понуждать к этой любви. Для этого важно создавать отношения, которые лишены корысти и лжи, и, напротив, наполнены взаимным уважением и доверием. Причем современная психология полностью подтверждает духовные смыслы. Если мы говорим о партнерстве между мужчиной и женщиной, то взрослые, зрелые отношения возможны тогда, когда они оба на равных, глаза в глаза. Когда они автономны и независимы друг от друга. Когда они вместе из общих интересов, из общих ценностей. И они всегда могут договориться. Тема семейных отношений обширна, многогранна и всегда актуальна. Это говорит о том, что любовь и близкие отношения занимают исключительно важное место в жизни людей. А путь к ним пролегает через развитие наших душевных и духовных качеств, которые делают нас счастливыми.